Приветствую вас! Я думаю, что для начала вам необходимо найти возможность поговорить со специалистом непосредственно по месту своего пребывания, по месту проказательной службы. Мне думаю, что вряд ли у вас будет возможность пообщаться с психологом на сайте. Поэтому очень важно, чтобы вы запросили психолога именно по месту нахождения вашей части. Общались с ним и постарались выяснить свои проблемы. Если ситуация достаточно острая, если вы чувствуете себя действительно плохо, то необходимо личное обследование в госпиталь, где вам уже будут соответственно даны определенные заключения, даны определенные рекомендации и, может быть, может быть, вам дадут демобилизацию. Но, в целом, на мой взгляд, тот факт, что вы не хотите служить в армии, вы никак не раскрываете. Вы не говорите, почему вы не хотите служить в армии. В армии вы не говорите о том, почему вам там не нравится, вы не говорите о том, что конкретно вам не нравится, вы не рассказываете обо всех этих моментах. Понимаете, очень важно понять, чего вы хотите сейчас. То есть, вы не хотите служить в армии вообще или вас, к примеру, в армии там кто-то обижает, оскорбляет, унижает, проявляет насилие, что-то еще. То есть, это вот очень важные моменты, на которые вам нужно обратить внимание. Вот. Мне думается, что вот самое лучшее, самое простое, что вы можете сделать сейчас, это не бояться просить помощи у людей. Просто не бойтесь просить помощи у людей, которые вас окружают. Простите помощи у всех людей, кто более-менее будет вам помочь. Это вот такой момент. Вот, в принципе, и все. Вам нужно сесть и понять, что вы хотите. Наметить себе цель и определить, что вы можете сделать для достижения этой цели. У меня сложилось впечатление, что вы находитесь в стрессовой ситуации. Вам самому важно ответить себе на вопрос, насколько моя ситуация стрессовая для меня, что я готов что-то делать. Это очень важно. Вот, в принципе, такой можно дать вам ответ на ваш вопрос. В целом, идеально было бы, если бы вы вносили время и возможность для того, чтобы рассказать о своей ситуации в целом. Это помогло бы вам и нам дать вам более качественный и более узконаправленный ответ на ваш вопрос. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.